Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Что включает в себя капремонт? Каких итогов ждать от лицензирования управляющих компаний? И каким новшеством в системе ЖКХ нужно отнестись с вниманием? Об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель комиссии по местному самоправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра общественного контроля Виктор Часовских. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну начнем, наверное, с отопления. Вот на мой взгляд, это такой процесс подключения отопления, который очень характеризует все то, что происходит в системе ЖКХ. Если все происходит гладко, оперативно и в срок, то все значит хорошо. А если нет, то есть проблемы. Вот нынешний процесс как проходит, вот на ваш взгляд, эксперта? Есть ли проблемы такие вот? Нет, проблемы они есть, естественно, но по вообще подключению к отоплению я вот проанализировал прошлый год. За 18 дней прошлого года готовность подключения была так. 99% домов было готово, подключено и 99% соцкульбит. Сейчас прошло с момента начала подключения 8 дней всего лишь. Там было 18 дней, сейчас 8. Сейчас 92% домов многоквартирных уже подключено и 100% социальная сфера. То есть, в принципе, если чисто формально подходить, то в этом году значительно лучше идет процесс подключения. Вот сегодня мы говорили об этом в «Комсомольской правде». Значит, я поднял еще один вопрос. Само подключение будет домов. Это, несомненно, подключатся все дома. Как дальше будет развиваться процесс? Ведь мало дом подключить к отоплению. Нужно отрегулировать систему внутри дома. Стояки, радиаторы отопления и прочее. Готовы ли управляющие компании к этому? Почему? Потому что это работа уже специалистов, слесарей, сантехников, тех, кто должен заниматься. Вот это вот посмотрим, и как они будут готовы. Да, кстати, вот вы говорите про это. Я подумала, что вот приходят коллеги, делятся своими впечатлениями, кому подключили, кому нет. И один говорит, что у них холодно, другой, что очень жарко, что очень греет, сильно моторит. То есть это действительно пока не отрегулировано. Это вот этот процесс регулировки, да. Ну, понятно, сейчас главная задача подключить дома. Подключить, а дальше уже начнется процесс. Как он долго будет продолжаться, вот в чем вопрос, понимаете. Если там вот так топят сильно, да, и им жарко, расход будет большой. Естественно, они больше заплатят за это. А те, у кого плохо с отоплением, они будут также платить по нормативу или по показанию счетчика. Ну, раз вы перешли к нормативам, мне хотелось бы, знаете, что уточнить. Вот мы говорим о тех людях, у которых нет счетчиков, которые платят по так называемым социальным нормам, нормативам. Нет, не социальные, просто нормативы. По нормативам, да. Вот эти нормативы как-то будут меняться, потому что говорили, что они будут возрастать. Вот будут ли и насколько. Вот смотрите, сейчас опубликован проект приказа Министерства энергетики ЖКХ Самарской области по нормативам. Значит, я внимательно посмотрел этот проект. Нормативы, в принципе, снизились. Вот по сравнению с тем, что сейчас у нас, допустим, 7,9 кубов холодная вода, 3,6 куба горячая вода, да, нормативы несколько снизились. 5, там, 6 кубов, в зависимости от того, какой дом. Там сейчас единый на сегодня у нас по всему городу норматив определен. А там уже конкретные категории домов. Какие они, что из себя представляют, и для каждой категории свой норматив. Они несколько меньше. Но это в связи с чем? В связи с тем, что ОДН с 1 апреля должно будет уйти не как коммунальная услуга, а уйдет в содержание по нормативу. Это раз. И второе. Буквально позавчера вот состоялось совещание в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. И было заявлено, что сейчас рассматривается вопрос о том, что повышающие коэффициенты для нормативов, для тех, у кого не установлены приборы учета, будут не на 10% повышаться каждый месяц, каждые 3 месяца, а в 3 раза. На 30? И потом в 5 раз. На 300% и на 500%. То есть, если вот сегодня мы, допустим, посчитаем сегодняшний норматив 7,9, то есть те, у кого нет приборов учета, они платят 7,9 кубов на одного человека в месяц. Если это будет принято, то 7,9 надо будет умножить на 3, это 21, там 23 куба, на одного человека будет выставляться. То есть, это говорит о том, что, уважаемые жители, поторопитесь, пожалуйста, все-таки поставить приборы учета. Почему? Потому что, если это будет принято, введено и будут приняты эти повышающие нормативы у нас с приказом министерства, то тогда управляющие компании ТСЖ будут выставлять вам вот эти нормативы. Это касается всего, и воды, и электричества, и так далее. Вода холодная, вода горячая, но и норматив тоже самое, и по электроэнергии тоже самое, да. К нам начинает поступать первый вопрос от телезрителей. Любовь Васильевна сообщает, что простыло, воспалились почки, она инвалид первой группы, колясочник. Проживает Кировский район, Советская 9, квартира 83. Нас обслуживала компания ВАСКО, теперь пришла другая компания, ЖИЛ, Универсал, ЖИО 5, РЭМ-сервис. Собрали с нас подписи, что мы не против новой компании, но трубы-то гнилые и нет отопления до сих пор. Что нам делать? Мы замерзаем. Значит, уважаемые жители, Любовь Васильевна в том числе, есть технологический процесс подключения домов, мы об этом говорили. 8 числа стартовал отопительный период, с 8 числа начали подключать дома. Значит, их почти 12 тысяч сейчас в Самаре, и все сразу одновременно нельзя подключить. Ну, просто технической возможности такой нет. Где-то аварии происходят, где-то еще что-то. То есть их дома подключают по очередности. Да, возможно, ваш дом попал в более поздний срок подключения. Но мы говорили, что за 8 дней этого начала отопительного периода уже такой высокий процент. В ближайшие дни, я думаю, и вот руководство города заверило, что все дома будут подключены. Я думаю, это просто вот этот процесс надо переждать. Ну, вот она обратила внимание на гнилые трубы, что обслуживала компания «Васка», которая очень много нареканий, кстати, получала. Вот это же не исправишь сейчас перед сезоном, который уже... Сейчас это не исправишь, естественно. Но в любом случае новые пришли управляющие компании, это муниципальные компании пришли. И сейчас город заинтересован в том, чтобы они качественно работали. Поэтому сейчас много делается для того, чтобы там и штат был, там и зарплаты у сотрудников были. И задача стоит в том, чтобы эти муниципальные компании были примером для всех остальных. Надеюсь, что это будет, но это нужно посмотреть будет только где-то на следующий год. Почему? Ну нельзя сейчас сразу, они не волшебники, они тоже не могут найти деньги и сразу все заменить. Придется потерпеть, почему? Потому что, ну, жизнь такая. Вот вы о каких компаниях говорите? Муниципальных? ЖКС, да? Нет, ЖКС нет, это частная компания. А, это частая? А какая-то... Это муниципальные компании, которые город создал. Город создал в противовес тем компаниям, которые лишились лицензии или не вышли на лицензирование. Их четыре компании, вот они сейчас по городу, они взяли самое худшее жилье, которое в городе есть. То, которое никто не хотел брать. Это, с одной стороны, правильно, потому что, ну, кто-то должен заниматься этими домами. А, с другой стороны, не совсем правильно, почему частные компании берут только хорошие дома, а вот эти плохие, они оставляют в сторону и говорят, нет, это город забирайте. Здесь тоже неправильная позиция, мне кажется. Но, со временем, вот в рамках, может быть... Когда они будут на рынке вместе... Может быть, и лицензионного контроля, мы как раз и будем заниматься этим. Следующий вопрос от Владимира Алексеевича. Каким образом жильцы могут сделать перерасчет оплаты за горячую воду, так как она подается с низкой температуры? Могут ли жильцы в одностороннем порядке составить акт и будет ли промоверно, правомерно передать его в ЕРЦ для начисления оплаты по факту? Георгия Ратнера 6, Владимир Алексеевич. Значит, Владимир Алексеевич, есть 354-е постановление, которое регламентирует этот процесс. На сегодня, для того, чтобы сделать перерасчет, первое, нужно обратиться в аварийную службу или в управляющую компанию, пригласить представителей, произвести замеры температур, составить акт, и этот акт будет являться основанием для перерасчета. Значит, сейчас готовятся поправки об упрощенной процедуре составления вот этого акта. Сейчас нужно приглашать управляющую компанию, либо ресурсоснабжающую организацию, если прямой договор у вас. По новым поправкам достаточно будет председателя совета дома двух собственников, которые замерят эту температуру. Опять же, здесь приборы должны быть сертифицированы для того, чтобы замерить эту температуру. Но, тем не менее, будет такое право дано. То есть, вы составляете акт, и на основании этого акта можно сделать перерасчет. Пока, к сожалению, только приглашать управляющую компанию в любом случае. Она замеряет температуру, составляет акт, и только после составления этого акта будет перерасчет. Понятно. Следующий вопрос. ЖО ПЖРТ Октябрьского района, вот, или 12-е, или 2-е. Очень плохо обслуживают нас. Горячая вода у нас не горячая. Плохое напряжение в квартирах электричества. Территория двора очень грязная. И напор холодной воды очень маленький. Галина Ивановна, Новосадовая, 25. Вот очень много нареканий в сторону управляющей компании. И вот уже сколько лет мы говорим про эти управляющие компании, и никак не можем найти вот рычаги влияния на них. Потому что все жалуются, ходят, пишут, в другую инстанцию идут, в жилищную инспекцию. Но вот результат, я не думаю, что они никуда вот не жаловались, кроме нас. К сожалению, вот, собственники начали перестраиваться. Они начинают считать свои деньги, понимаете? Вот почему они жалуются? А потому что они недовольны услугой. Они знают, что они платят деньги, но не получают качественную услугу. То есть они перестраиваются в этом плане. Управляющие компании пока этот процесс где-то в зарождении, не больше. Вот сейчас начался, идет, вернее, процесс лицензирования. Сейчас, что вот изменилось с того времени, до 1 мая, и что стало после 1 мая? Если раньше государственная жилищная инспекция осуществляла жилищный надзор, то есть она выписывала предписание управляющей компании исправить то-то, то-то, то-то. Если управляющей компании это неинтересно было или дорого, да, они просто платили штраф и на этом заканчивалось все. То есть ничего не устраняли. То сейчас в рамках лицензионного контроля, если они не устранят тот вопрос, который был задан, да, то дом получает первое предупреждение. Два таких предупреждения в течение года, и этот дом у управляющей компании забирается. И когда таких домов в течение года по площадям будет более 15% забрано у управляющей компании, ставится вопрос о лишении лицензии в целом управляющей компании. То есть сейчас управляющей компании невыгодно не выполнять предписание ГЖИ. То есть они в любом случае должны. Поэтому, пользуясь этим, уважаемые зрители, самарцы, обращайтесь в государственную жилищную инспекцию по всем вопросам эксплуатации дома. Если управляющая компания не выполняет условия договора, либо некачественно выполняет услуги и работы, не стесняйтесь, обращайтесь в государственную жилищную инспекцию. По любому вашему обращению будет проведена неплановая проверка и принято решение. И управляющая компания никуда не денется, она будет выполнять то, что положено. Следующий вопрос, Дмитрий Александрович. Я проживаю в общежитии, у нас везде стоят на все счетчики. А платим мы по нормативам. Почему так? Искровская, 7. Искровская, да. Искровская. Значит, общежитие, что такое общежитие? Общежитие – это коммунальная квартира. А зачем тогда счетчики устанавливать? Значит, там наверняка счетчик стоит общедомовой. Везде не может быть в квартирах, там в отдельных комнатах, как правило, не устанавливаются счетчики, и там считается это коммунальная квартира. Это проблема общежитий. Почему? Почему? Потому что вот начисление платы за коммунальные услуги в общежитиях, оно гораздо выше, чем в многоквартирных домах. И когда меняется статус, допустим, общежития на многоквартирный дом, собственники платят меньше. Когда статус общежития, они платят больше. Почему? Потому что в коммунальной квартире люди должны принять решение сами. Вот есть общедомовой прибор учета, да, он показал, что в дом вошло 100 кубов. А вот как этих 100 кубов распределяется между всеми проживающими в этой коммунальной квартире, они должны сами определить, кто за сколько будет платить. Понимаете? Ну, а платят они все равно эти 100 кубов. То есть показания счетчика все равно действуют, они не по нормативам платят. Если общедомовой счетчик, они платят по показанию прибора учета. Понятно. Следующий вопрос. Счетчики горячей воды. Если горячая вода все-таки не горячая, а счетчик уже начинает крутиться, на каком основании я должен тогда вообще устанавливать счетчик? Вот началось с самого основания человека. Счетчики вообще-то устанавливают на основании закона, 261-й федеральный закон об энергосбережении. А то, что с крана горячей воды идет вода не той температуры, это проблема есть у нас в Самаре. Да, это проблема нашей двухтрубной системы в целом. Это серьезнейшая проблема. Ей занимаются. Делают. Вся проблема в отсутствии циркуляции. Циркуляции нету, вода зашла в дом и стоит. Пока ее не спустят со всех стояков, идет холодная вода. Потом появляется новая и уже горячая идет. Делают сейчас много, да? Но проблема есть. Проблема есть, серьезная проблема. Мы поднимали неоднократно эти вопросы. Давайте поменяем как-то тарифы в этом плане. Сейчас, видите, сделали вот горячую воду двухкомпонентную. Холодная вода и нагрев холодной воды до температуры горячей. Ну, чтобы было понятно, раньше, допустим, один кубический метр горячей воды стоил 100 рублей. И все. И перерасчет шел со 100 рублей. Сейчас сделали что? Разделили на две части. Холодная вода стоит 30 рублей. Горячая, нагрев до горячей 70 рублей. В сумме они тоже 100 рублей. Но перерасчет делается с 70 рублей уже. Понимаете? То есть, опять же, это в сторону тех, кто производит вот эту некачественную воду. И сейчас вот в связи с этим рассматривается вопрос о принятии закона о прямых договорах. С ресурсоснабжающими организациями. Очень сейчас важный, серьезный закон, который готовится. Вот ЖКХ-контроль выступает тоже с критикой этого закона. Почему? Потому что там не соблюдены права жителей. Потому что жители порой не смогут доказать, что услуга некачественная. Вот пришла холодная вода нам, да? Кому обращаться за перерасчетом? У меня договор с ресурсоснабжающей организацией. Я пошел в ресурсоснабжающую организацию. Во-первых, зафиксируйте и потом сделайте перерасчет. Они скажут, мы до дома подаем. Температура нормальная, а здесь уж ваши проблемы. То есть, вот это надо отрегулировать. Вот если ее отрегулируется, вот эта система, тогда да. Те же показания приборов учета. Вот по электроэнергии, помните, целый ажиотаж был. Какой ажиотаж был, когда принесли квитанции по оплате за электроэнергию. Завышенные там суммы какие-то. Да, разные там, да. То есть, это понятно, что там просто база была не сформирована полностью. Но это что еще показало? А количество точек, которых можно сдать показания прибора учета по электроэнергии, в городе всего 10 было. И куда людям идти? Почему? Предлагаем уже ресурсоснабжающим организациям. Заключайте договоры с управляющими компаниями, чтобы управляющие компании собирали все эти данные. Платите им чуть-чуть за эту работу. Но люди будут спокойны. Он пришел в дом управления и положил в эти ящики все показания, которые ему надо. Людям удобно это. Люди будут платить. Ну, то есть, вот такие моменты. Да. Следующий вопрос. Как начинается отопительный сезон? Братьев Коростелевых 79, квартира 69. То у нас, например, наверху батареи у всех теплые, а у меня на втором этаже холодные. Холодные. Правильно. Потому что система не отрегулирована. Верхний розлив. Сверху идет вода, отдает тепло в этих верхних этажах. А вот конкретно к слесарю обращаться или в управляющую компанию? Конечно. Это управляющая компания. Я еще раз подчеркиваю, что вот те дома, которые запущены, дальше пойдет процесс регулирования системы теплоснабжения. Это очень серьезная проблема. Почему? Потому что многие не воспринимают ее. Но посмотрите, первые этажи наших многоквартирных домов, нежилые помещения. Так? А что значит нежилое помещение? Там все переделали. Там всю систему отопления переделали. Там вынесли батареи на лоджии, допустим, и прочее, и прочее. Что это такое? То есть сбивой идет этой системы. И чтобы ее отлавить, это нужно серьезное усилие. Да. Хотелось бы еще поговорить по капитальному ремонту. Вот этот процесс, он такой какой-то неоднозначный, особенно был с самого начала. Много было и нареканий, и непонимания вообще, почему мы платим, за что мы платим, и так далее. И так далее. Я хотела бы узнать, вот очень много людей интересуется, будут ли какие-то льготы в отношении вот этих сумок, которые мы платим. И очень такая была большая волна от пожилых людей, которые в недоумении, почему они должны платить, если они, ну понятно, что они не доживут. Там, если вот максимальный срок, там, 30 лет берется, то зачем это нужно? Вообще, какие-то вот это обсуждается. Доживут, не доживут, непонятно. Да, все. Дай бог, чтобы дожили. Дай бог, да. Но действительно, проблема серьезная. Сейчас обсуждается этот вопрос. Готовится поправки о том, чтобы освободить определенные категории от оплаты взносов на капитальный ремонт. Но как это будет, по крайней мере, рассматривается вопрос, я говорю, люди должны оплатить, а потом в виде субсидий получить все назад. Понятно. На сегодня у нас, в принципе, уже существует система получения субсидий по услугам ЖКХ. Почему? Если сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги, а взносно-капитальный ремонт входит в систему платежей за жилищно-коммунальные услуги, если у вас вот этот вот платеж превышает 22% от ваших доходов, то вы имеете право получать субсидию. То есть, если вы раньше, может быть, не могли получать субсидию, сейчас пришел взносно-капитальный ремонт вам, вы это все оплатили, приплюсовали, и вам выдается субсидия уже, может быть, не полностью она покрывает, но частично покрывает эти расходы. Рассматривается еще раз, я говорю, вопрос, и 80-летних освободить, одиноких пенсионеров освободить, отдельные категории граждан. Но еще раз говорю, это все будет принято, скорее всего, осенью. Вот в эту осеннюю сессию Государственная Дума будет принимать все эти поправки. Следующий вопрос Светлана задает. Елизарова 26. Почему у нас управляющая компания берет за общий домовой свет с квартиры 17 кВт, то есть 1700 кВт со 100 квартир в месяц? Что у нас нагорает? У меня стоит на холодную воду счетчик, и каждый месяц прибавляют по 2 куба, хотя у нас не поливают и не моют полы в подъезде. Куда деваются эти кубы? Значит, в доме стоит прибор учета. Вот он показал, что дом получил 100 кубов. Вот образно, да? Посчитали счетчики. У кого счетчики? 30 кубов. У кого нет счетчиков? 60 кубов. Разница 10 кубов остается. Что это такое? Это есть общие домовые нужды плюс потери. Плюс потери. А почему мы должны за потери платить? Потери идут где-то в подвале протекает, да? Где-то у кого-то, извините, унитаз протекает, прибора учета нет, она льется, вода льется и льется. Кто-то ворует. И такое есть. Но сегодня все должны оплачивать это потери. Но если это управляющая компания, то она обязана начислять жителям, собственникам, исходя из норматива на общие домовые нужды. Норматив на общие домовые нужды по холодной, горячей воде 0,03 куба, умноженный на квадратный метр площади подъезда. То есть 200 метров подъезд, 3 подъезда, 600 метров, да? 6 умножаем на 0,03, 600 метров на 0,03 получается 18 кубов. Вот 18 кубов можно распределить на жителей. Не больше. А оставшиеся, да, управляющая компания должна сама заплатить. Ой, а вот кто может это проконтролировать? Что вот они не все распределили? Значит, по электроэнергии несколько сложнее, потому что там не определена площадь. Там написано площадь, место общего пользования, где может находиться электроэнергия. Допустим, если на чердаке нет электроэнергии, то эту площадь не надо брать. И такой опыт уже есть, когда ГЖИ предписание выписывает, что управляющая компания выгодно начислять. Люди должны знать. То есть по всем начислениям, правильно или неправильно производится начисление за жилищно-коммунальные услуги, жители могут также обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Там есть отдел, который проверяет правильность начислений. И если начисление сделано неправильно, то они выписывают предписание, чтобы это все привели в порядок. И я скажу еще можно, вот один момент, последние поправки, которые приняты в ЖК, они говорят, что если лица, которые произвели начисление за жилищно-коммунальные услуги, ошиблись в свою сторону, больше начислили, то теперь кроме перерасчета, возврата этих средств, с них они должны, обязаны оплатить штраф. Ну вот это уже более действенно, наверное. Вот это да. Вот сейчас попробуем, как это будет вводиться. То есть если кто-то действительно переусердствовал, начислил больше, чем положено, мало того, что он вернет, но еще и заплатит штраф. Следующий вопрос. Восемьдесят восемь лет моей маме. У нее пенсия девять тысяч. Можно ли поставить счетчики с такой пенсией? Как вы думаете? Ну действительно, вот отдаст она всю пенсию, и будет, вот есть ей будет нечего. Целый месяц до следующей. Ну понятно, ну 88 лет, ну у дочери, наверное, поменьше лет, да? И может быть средства есть, да, помочь в этом плане. Единственное что, вот повышающие коэффициенты, по нормативу, да, не будут начисляться тем, у кого нет условий для установки приборов учета. А что значит нет условий? У нас вот есть и дома, и есть и квартиры, где невозможно установить прибор учета. Есть такие ситуации. Нет вот подвала, допустим, в доме, подполье и прочее. То есть там нельзя поставить общий домовой счетчик, или в квартирах такая разводка, что невозможно поставить. Если вы обращаетесь в управляющую компанию, и они составляют акт о том, что в вашей квартире невозможно поставить прибор учета индивидуальный, то тогда вот эти повышающие нормативы на вас не действуют. Вы так и будете платить по тем нормативам. Но в любом случае, поймите правильно, ну это требование закона, никуда от этого не денешься. Ставить приборы все равно надо. Да, тем более, что если примут вот новые коэффициенты, то платить придется еще больше. Это будет слишком накладно. Да, это очень накладно. Лариса Федоровна, 22-го партсъезда, 12. Она приносит квитанции за воду холодную. Общедомовые нужды. По всем жильцам их распределяют. А мы почему должны, собственно говоря, платить за других? Нет, за других вы не платите. Распределяют по всем жильцам. Многие говорят так. Значит, за других? Нет, нет, нет. Распределяют вот эти вот потери и общедомовые нужды. Вот эту разницу распределяют. Потому что многие считают, что как? Вот кто-то не платит, вот так квартира не платит за воду. А мы за них платим. А мы за них, нам вот за них нет. Если они не платят, они остаются должниками, это все висит на них. А вам, каждому распределяют то, что положено. Вот эта проблема возникла сейчас остро. Почему? Потому что с прошлого года управляющие компании нарушают закон. Почему? Потому что они не заключили договоры с ресурсоснабжающей организацией, с СКС. Это те, кто подает воду. И сейчас вынуждено СКС начислять напрямую каждому собственнику. То есть прямой договор. Это незаконно. Это подтвердила и государственная жилищная инспекция, и прокуратура областная подтвердила, потому что мы инициировали. Но пока никакого решения не могут принять. Потому что на них накладывают шлаф, им выписывают предписание устранить, заключить договоры. А они обжалуют суд. И время идет. Вот они тянут это время. Ждут вот этого договора, изменения закона по прямым договорам, скорее всего. Но вот в рамках лицензионного контроля то же самое. Сейчас ГЖИ занимается этим вопросом. Почему? Потому что это нарушение просто закона. Это в моем понятии не совсем правильно. Понятно. Светлана Михайловна, следующий вопрос. Ставропольская, 43, квартира 1. Почему мы должны звонить и давать показания счетчика? Это пожилые люди. Потому что есть же возможность на сайт дать данные, но у пожилых нет интернета. Совершенно верно. Как раз для пожилых я и предложил ресурсоснабжающим организациям заключить договоры с управляющими компаниями. Чтобы пожилой человек приходит в свое ЖЭО и бросает в ящик показания прибора учета. Понятно, что не все могут пользоваться интернетом, личным комбинетом, смс-кой отправлять данные. Далеко не все. Поэтому вот именно для них, это основная масса, будем говорить, жителей. Для них нужны вот такие вот точки. И чем больше таких точек, которые будут рядом с домом, тем лучше. Вот не могут понять ресурсоснабжающие организации, что ну создайте условия хорошие людям. И люди будут платить. Но если ему тяжело отнести эти показания, допустим, на Гагаре на 22 по электроэнергии, да, или куда-то еще в другую точку, две пересадки надо делать. Ну, в любом случае, просто еще раз я хочу сказать, что если вы не подали показания приборов учета, то вам в течение шести месяцев будут начислять по среднему, что у вас было за предыдущий год. То есть не так страшно не дать показания прибора, допустим, каждый месяц. Вам будут шесть месяцев начислять среднее, то, что было, а на седьмой месяц вам уже будут начислять норматив. Понятно. Поэтому, может быть, нет смысла вот ходить каждый месяц и давать показания приборов учета. А раз в полгода уже. Да, это может быть проще, да. Но я сторонник того, чтобы каждый месяц, потому что ОДН вот это прыгает. Вот это вот проблема возникает. Спасибо большое, Михаил. Не успели мы ответить на ваш вопрос, но обязательно передадим его Виктору Ивановичу. Спасибо еще раз большое за то, что пришли, ответили на вопросы. Мои телезрители, спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok